Седьмой класс, 35 серия. Доказательства методом математической индукции. Доказательства можно проводить таким образом. Сначала проверить, справедливо ли доказываемое равенство при n, равном одному. Это база индукции или основание индукции. Затем записать равенство при n, равном k плюс 1. Затем записать еще одно равенство, если n равно k. Затем вычесть соответствующие части полученных равенств из левой части, вычесть левую часть, из правой – правую. И посмотреть, что получится. Будет ли равенство верно? Будет ли левая часть равна правой части? Давайте рассмотрим сумму первых n нечетных натуральных чисел. Делается предположение, что значение вот этой суммы, если n слагаемых, значение суммы n в квадрате. Выдвигается такая гипотеза. Надо проверить, верна ли гипотеза. Проверим методом математической индукции. Сначала база. Если n – 1, 1 в квадрате 1. Все верно. Теперь давайте запишем вот это равенство вместо n, k плюс 1. Допустим, n – это k плюс 1. Записываем. Получаем следующее. Теперь давайте запишем еще одно равенство. Допустим, n равно числу k. Записываем. Второе равенство. Теперь из левой части одного надо вычесть левую часть другого, а из правой части вычесть правую часть. Что получится? Значит, слева получаем 2k плюс 1. Справа получается точно такое же выражение. Равенство верно. Значит, предположение было сделано верно. Значит, сумма n первых нечетных натуральных чисел равна n в квадрате. Задача первая. Сколько сейчас лет брату, если 4 года назад брат был старшей сестры в 2 раза, а 8 лет назад в 6 раз? Давайте решим эту задачу, составив систему уравнений. За х обозначим возраст брата сейчас, х лет брату сейчас, а сестре сейчас у лет. Что было 4 года назад? Брату было х минус 4, а сестре было у минус 4. И брат был старше в 2 раза. Значит, если возраст сестры умножить на 2, получаем возраст брата. Что было 8 лет назад? Брату было х минус 8, а сестре у минус 8. И сестра была в 6 раз младше. Значит, возраст сестры надо умножить на 6. Получится возраст брата. Получили систему из двух линейных уравнений, с двумя неизвестными. Надо раскрыть скобки, упростить. А затем решить эту систему либо методом подстановки, либо методом сложения. Решаем и находим х равен 14у9. Вопрос задачи. Сколько сейчас лет брату? Ответ. Брату сейчас 14 лет. Задача вторая. Площадь прямоугольника 85 квадратных сантиметров. Длина больше ширины на 12 сантиметров. Найдите периметр этого прямоугольника. Обозначим ширину за х. Длина на 12 больше. Площадь прямоугольника х. Надо умножить на х плюс 12. Значение произведения 85. Давайте найдем значение х. х равен 5. Подходит только такое значение. 85 делится на 5. Перебором возможных вариантов находим х. х 5. Если х равен 5, это ширина. Длина 17. 5 умножить на 17 – 85. Периметр – это сумма длин всех сторон прямоугольника. Значит, ширина плюс длина. Складываем и умножаем на 2. Ответ. Периметр 44 сантиметра. Задача третья. При каком значении х графики функций… Это одна функция, это другая. Графики функций взаимно перпендикулярны. Графики функций взаимно перпендикулярны. То есть две прямые взаимно перпендикулярны, если произведение угловых коэффициентов равно минус 1. Угловой коэффициент первой прямой равен 2. Это коэффициент при х. Здесь коэффициент равен k. Значит, 2 умножить на k. Произведение угловых коэффициентов должно быть равно минус 1. Так, какое значение принимает k? k минус 1 вторая. В таком случае прямые будут перпендикулярны. Раз adopted и commentary не занимается. Все, две прямые и имя на земле. Задача от малой бер envolvem. И многие зрелыouse перпендикулярны. Здесьero harbor правоokaсе.